В России на сегодняшний день существуют три формы управления многоквартирным домом. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. В Омске пока преимущество остается за управляющими компаниями. С чем это связано, мы попытались разобраться в нашем следующем сюжете. В послевоенные годы численность городского населения страны резко возросла. Для решения квартирного вопроса в 1958 году ЦК КПСС и Совмин одобрили создание жилищно-строительных кооперативов. Они существовали за счет средств жильцов и дотации государства. В штате состоял обслуживающий персонал и администрация. Схема управления была абсолютно прозрачной. Они сами обслуживаются. Это хорошая норма. Но она нашу, как сказать, современную жизнь, современную власть не устраивает. Почему? Потому что дедушка в свое время мне сказал, что в 2000 году придет век воровства и накопления. Сегодня жилищный кодекс закрепляет три возможные формы управления многоквартирным домом. Непосредственное управление, управление правлением ТСЖ и делегирование полномочий в управляющую организацию. В Омской области на сегодняшний день зарегистрировано порядка 300 ТСЖ. Выдано 198 лицензий управляющим компаниям. В последнее время ОМИЧ стали переходить на непосредственное распоряжение общедомовым имуществом. И первые результаты свидетельствуют, что выбор оказался верным. К примеру, дом номер 29 по улице Лукашевича в этом году победил и в окружном, и в городском конкурсе по благоустройству. Мы вот сделали 3К-премонтов подавали. Мы очень много в доме за полтора года сделали. И вот мы этот год купили. Вот поставили красивые лавочки со спинками для пожилых людей. Вот, потому что люди сюда приходят сейчас с удовольствием. Мы уже сделали несколько капитальных ремонтов. Теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодовое водоснабжение. За какой-то год мы сделали невозможное. То, что нам ни администрация, ни управляющие компании не сделали за 30 лет. Светлана Киселева, жительница жилого комплекса «Ясная Поляна», является потерпевшей стороной вместе со своими соседями. Они не могут добиться от застройщика предоставления технической документации. Управляющая компания, вместо того, чтобы встать на защиту интересов собственников жилья, судится с ними. Только за летний период жителями Омского района проиграно три суда. Наши интересы не защищает ни жилищная инспекция, ни прокуратура, ни суды. Как-то надо искоренять коррупцию. Это мое мнение. Возникает вопрос, является ли управляющая компания достаточно эффективной формой соответствующего вида деятельности. При условии, что если они будут выполнять требования существующего законодательства и разбираться в причинах, почему то-то или иное требование не выполняется, повысить долю участия в управлении муниципальных образований, которые, еще раз повторюсь, на законных основаниях будут требовать от управляющих компаний выполнять требования законодательства. Вот тогда вот это способ повышения эффективности. У каждой формы управления есть свои минусы и плюсы, свои особенности. По мнению специалистов жилищной инспекции, управление ТСЖ могут приносить результаты, если собственники берут инициативу в свои руки, вникают в суть вопроса и сообща выбирают оптимальное решение. Опять же, несовершенство жилищного кодекса зачастую мешает результативной деятельности. Поэтому ответ на вопрос, какая форма управления наиболее эффективна, может быть неоднозначным. На сегодняшний день в городе Омске такой формы нет. Есть ГЖИ, но она не защищает, она просто числится. А если брать управляющие компании или способы управления, то во всех уставах везде написано первым пунктом извлечение прибыли. Вот и все. Получается, положиться на защиту власти граждане не могут. Остается ходить по бесконечным судам, отстаивая свои права. Или сколачивать дружную команду из числа собственников и править балом.